В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле». С вами Альбина Сказлаускас. Яла Кузнецова, мы продолжаем. Приготовить обед, вымыть пол, купить лекарства – вот основные обязанности социального работника. Но самое важное – найти время и поговорить с подопечными по душам. Сегодня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник и, как всегда, на работе. Кстати, Альбинас, ты знаешь, почему отмечают именно 8 июня? Ну, я думаю, ты расскажешь. Да, обязательно расскажу. Именно в этот день, почти 300 лет назад, Петр I издал царский указ об определении в богодельни нищих, больных и престарелых. Согласно указу, для 10 человек больных в богодельни должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. О представителях нелегкой, но благородной и очень нужной профессии расскажет Александр Мешков. В квартире Федора и мимозы Овчинниковых Нина Ивашкова – частый гость. Приходит к ним последние 5 лет, навещает стариков даже не в приемные дни, приносит продукты и лекарства, моет полы. Подопечные могут обратиться к соцработнику с любой просьбой. Нина Ивановна говорит, что им без нее не обойтись, ей без них тоже. Это то, что, как говорят, что им вроде бы положено это делать, но это делается как-то от души. Нина Ивановна помогает одиноким старикам уже 11 лет. Два года назад из социального центра она ушла на пенсию, но потом вернулась к работе. Сейчас ухаживает за 12 семьями пожилых людей. На всех находит время. 8 июня, в день соцработника, Нина Ивановна принимает поздравления от своих подопечных. Есть много полезных профессий на свете, но трудно добрее найти, чем помощь оказывать старым детям, заботу, тепло и мести. День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем. Одинокие люди особенно нуждаются в заботе и тепле. Бывает трудно привыкнуть, что к ним в дом приходит посторонний человек, зато потом не могут нарадоваться на доброжелательных и умелых помощниц. Не только им хлебушка и аптеку принести, в основном нуждаются в посещении, в беседе, им надо общение, чего не хватает от родственников. Родственники в основном все работают, им не всегда будет время находиться для своих родителей, ну а мы немножко заменяем их. Главная награда для социального работника – здоровье и хорошее настроение своих подопечных. Александр Мешков, Анна Кизилова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Альбина, сдавай, мы поздравим представителей этой благородной профессии с профессиональным праздником. Большое вам спасибо и всего самого доброго людям неравнодушной профессии. Я присоединяюсь к поздравлениям, а сейчас предлагаю вспомнить, на какие еще события была богата уходящая неделя. Тем более нам есть и о чем вам рассказать. В зале Дворца детского и юношеского творчества прошел 21-й прием главы города. Мэр поздравил с окончанием учебного года около 60 школьников. Все они победители конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня. Лауреаты премии президента России, стипендиаты и главы города. Кроме того, мы выяснили, что шахматы можно есть. Сотрудница торгово-экономического колледжа вылепила шахматную доску и фигурки из шоколада. Сыграть в партию не получится, сладкая масса быстро тает. А вот стать конкурсантом шестого международного кулинарного салона «Евразия» вполне можно. О самом значимом и интересном смотрите прямо сейчас. Юбилей отметит 5-я исправительная колония. В середине июня там отпразднуют 55-летие образования воспитательной службы. В понедельник наши корреспонденты узнали, какие методы перевоспитания применяют в колонии и от каких уже есть результаты. В коллективе отдела по воспитательной работе 16 человек. Все профессионалы своего дела работают в колонии десятки лет и помогают осужденным встать на верный путь. В этом году 25 тагильских дворов отремонтируют. В рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий» из областного бюджета выделено порядка 100 миллионов рублей. Во вторник глава города ознакомилась с ходом работ. Талантам надо помогать. В зале Дворца детского и юношеского творчества во вторник же прошел 21-й прием главы города. Мэр поздравил с окончанием учебного года успешных школьников. Все они победители конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня, лауреаты премии президента России и стипендиаты главы города. Шахматы можно есть. Сотрудница торгово-экономического колледжа вылепила шахматную доску и фигурки из шоколада и стала лауреатом 6-го международного кулинарного салона «Евразия». Со сладкими шедеврами познакомились и наши корреспонденты. Наводнение в Николопавловском случилось в среду. Были потоплены несколько жилых домов. В результате ливневых дождей повысился уровень воды в реке Шайтанка и произошел размыв дамбы. Несколько улиц практически ушли под воду. Сейчас последствия ЧП устранены. Юбилей 85 лет отметил ветеран Великой Отечественной войны Федор Лукашонок. На фронт его призвали в разгар войны. До Дня Победы он активно боролся с фашистами в рядах партизан. В среду юбиляра пришли поздравить первые лица города и наша съемочная группа. День безопасности на железнодорожных переездах отмечался в четверг во всем мире. В этот день более чем в 40 странах мира прошли различные акции. Подобное мероприятие состоялось и в Нижнем Тагиле на переезде у станции «Старатель». Визит старой дамы ожидают в театре драмы. В четверг превью нового спектакля первыми увидели наши корреспонденты и узнали у актеров, каким был для них творческий сезон. Такой увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Да, Алла. Кроме того, на неделе были еще важные события, которые просто нельзя не отметить. Ко дню города откроется после реконструкции три новых детских садика и одна школа. Я думаю, замечательный подарок будет 290-летию Нижнего Тагила. Один детский садик находится на «Вы». Работы там уже практически завершены. Об этом цитата недели далее. Где-то число 5-10 июля, значит, садик должен быть сдан. Поэтому в дню города это будет подарок для жителей этого микрорайона. На очереди рубрика «Человек недели». И сегодня героями стали неравнодушные тагильчане. Те, кто принял участие в благотворительной акции по сбору вещей для малоимущих семей. А помочь удалось 30 семьям. Акция прошла по инициативе Нижне-Тагильской епархии. Щедрость тагильской души оказалась огромной. Подгузники, игрушки, детское питание, бытовая химия. Все вещи, собранные тагильчанами, раздали многодетным и малообеспеченным. А как это было, смотрите далее. Благотворительная акция прошла при содействии работников Центра «Радуга», студентов училища искусств и неравнодушных тагильчан. Мы старались привлечь внимание людей к проблемам других. Потому что мы сейчас очень часто живем как-то обособленно, больше стараемся заботиться о себе. Но Христос учит нас тому, чтобы мы обращали внимание именно на других, чтобы про себя больше забывали и помнили о других. И вот тогда в нашу жизнь входит Он. Христос с Его благодатной помощью. За теплоту людских сердец семьи поблагодарили тагильчан, которые оказали помощь. Очень благодарна тем людям, которые вот именно не забывают вот такие семьи, вот какие вот примерно меня коснулось. Ребенка я воспитываю уже пять лет, собственно, пенсию получаю небольшую. А внук у меня инвалид, это его отец, вот именно помощи никакой. Все это трудно очень живется. Но вот это я впервые. Я очень вам благодарна всем, кто это сделал. Подобная благотворительная акция в Нижнем Тагиле проходит впервые. Работники «Радуги» и священнослужители надеются, что адресная помощь станет постоянной. Глава города Валентина Исаева вышла на работу после двухнедельного отпуска и практически все время посвятила объезду города. Посмотрела, как идет реконструкция, строительство новых объектов и ремонт дворов. Обо всем по порядку наш коллега Александр Мартиросов побеседует с Валентиной Исаевой. Итоги недели из первых уст после небольшой паузы. Не переключайтесь.